Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале Дачные Советы. Сегодня у нас 31 июля. Начинается у нас борьба с урожаем. Сначала садоводы все борются за урожаем. Затем второй этап наступает. Начинается борьба с урожаем. Вот здесь я собрала вишню. Вишня неплохая. Несмотря на то, что было очень сухо и не было дождей, но в принципе не мелкая, нормальная вишня. И вот сейчас, в тот момент, когда нужно проводить очень много переработок, и капусту цветную надо заготовить на зиму, и томаты, и огурцы, и перцы, и баклажаны. В общем, переработки очень много. Что же я делаю с вишней? Вот сейчас эту вишню я просто разложу по пакетикам порционно и заморожу в морозильной камере. Для того, чтобы затем зимой варить компот. То есть достали замороженный пакетик порционный и сварили компотик. Очень вкусно, очень витаминно. И зимой, конечно, это не ценится в разы сильнее, чем летом. Несмотря на то, что я и летом люблю вишневый компот, но зимой, конечно, это значительно вкуснее кажется. Летом, когда я варю компот из вишни, я добавляю мелису либо мяту уже в конце варки. То есть когда уже выключили плиту и бросаю несколько листиков мяты либо мелисы. Настаиваются эти листочки. И получается очень приятный аромат, очень хороший вкус у этого компота. Ну а зимой просто вишневый компот. Насыщенный, вкусный, витаминный. И такая весточка лета нам в зиму, когда мы бьем вот этот вот компот вишневый. Также хочу оставить под сегодняшним роликом ссылки на, на мой взгляд, очень вкусные заготовки. Вот я сейчас как раз занимаюсь тем, что закручиваю томаты в желе, в желейной заливке. Мне очень нравится этот рецепт. Кому интересно, можете зайти посмотреть и возможно воспользоваться этим рецептом. И еще есть у меня очень интересный рецепт. Это цветная капуста в томатной заливке. Также оставлю ссылку на этот ролик. Единственное, что когда вы делаете вот эту томатную заливку, лучше томаты протирать через сито, а не пробивать блендером. Потому что при пробивке вот этой семена измельчаются и цвет немножко меняется у этой заливки. А если протереть через сито, это конечно немного дольше, но цвет получается такой красивый. А вообще вот эта вот капуста цветная в томатной заливке мне очень нравится. И так как в этом году все-таки у нас получилось вырастить цветную капусту крупную, потому что прошли вот, дважды прошли хорошие дожди и капуста сразу моментально просто набрала вес. Вот так же буду сегодня, наверное, заниматься вот заготовкой вот этой вот цветная капуста в томатной заливке. Очень вкусно, очень необычно. Ну, по крайней мере, я ни у кого такую капусту не пробовала, а сама делаю регулярно ее. Мы очень любим такую капусту. Ну, и по рецепту там посмотрите, там самый важный момент не переварить капусту, чтобы она не развалилась. Ну, а мы вот продолжаем сбор вишни. Да, и вот по вишне. Если сейчас поступят комментарии, как вы ее подкармливаете, как выращиваете, собственно говоря, ну, таких никаких особых подкормок вишни я не даю. Единственное, что весной, после схода снега, я подкармливаю комплексным удобрением обязательно все растения, и яблони, и все кустарники, и под вишню обязательно ежегодно я вношу железный купорос. И, как можете видеть, какомикоза на ягодах нет. Ягодки все чистые. Вот как раз для того, чтобы не было какомикоза, я знаю, что многие садоводы вот приходят к нам в магазины, и многие жалуются на то, что практически лишаются всего урожая, потому что на ягодах какомикоза засыхает, одна сторона ягодки, да, становится такой черной. Так вот, для того, чтобы не было этого какомикоза, я регулярно каждый год вношу железный купорос. Не медный, а железный купорос. Вносить его можно поздней осенью, уже где-то в октябре месяце, либо ранней весной. Из расчета, вот если у вас взрослое дерево вишни, ну, где-то 50-70 грамм на растение. Одноразово внесли, и на год этого будет достаточно. Но при этом вы соберете вот такую вот хорошую, чистую вишню, и не будет потери урожая. На этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.